итак здравствуйте дорогие интернет зрители с вами снова скудер и я все-таки вернулся вернулся к прохождению колин макрей ралли я вам обещал и вот исполняю свое обещание сегодня мы с вами продолжим прохождение этой замечательной игры ну вкратце напомню чем мы занимались в прошлой серии там и с вами значит прошли школу получили водительские права водительское удостоверение дающие нам право собственно участвовать в этих гонках и сегодня мы начнем чемпионат не откладывая долгий ящик вот так я собственно и не очень понял что она дает школа ралли но скорее всего она здесь дана чисто ради того чтобы вот человек понял какие-то моменты нюансы управления физику этой игры вот ну давайте приступим я решил взять все-таки из доступных машин lancer evolution 4 здесь представлен импрезу мы брать не будем потому что если взять импрезу то из чемпионата как бы исчезнет имя колина макрея то есть мы как бы вместо него будем выступать а я бы не хотел этого то есть макрей будет мы будем вместе с ним выступать ну в качестве его соперника ну и давайте увековечим себя дабы в списках отображалась имя вот сейчас мы наблюдаем лучших традициях перевод того времени букв в алфавите не хватает половины нету ну вот так почти во всех играх было тогда неофициальные переводы так вот приходилось нам играть в своем детстве никто официально у нас игрушки практически не выпускал так ну здесь вот видно карты предстоящих этапов будем ехать по гравию ну и соответственно тут под это дело выбирается резина настройки машины гравию общем то и на первом этапе на втором будет поэтому ну тут какие-то более-менее усредненные установки сразу выбираются но их можно менять по ходу заездов но так как у нас покрытие здесь пока равномерное то ничего менять мы и не стали ну что же приступаем lancer в бой сразу скажу что я чуть подотвык от управления поэтому мне придется привыкать к местной физике я перед записью не ездил не не пытался что-то вспомнить как то то есть это вот я все вы сразу записываю поэтому поэтому могут быть накладки в общем предупреждаю вас сразу может быть и не будет вот то что со времен прохождения мной школы прошло несколько месяцев права давно получал но выбирайся ну вот мы наблюдаем геймплей колин макрейт конечно чем она отличается хорошо от остальных гонок это более или менее открытыми трассами то есть тут есть куда вылетать тут есть рельеф ой 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 вот это да вот я же говорил вот оно с чего у нас начинается наш чемпионат 11 секунд вот немножко расскажу о интерфейсе вот вы видите слева вверху наша позиция отображена мы сейчас на шестом месте и вот когда она горит зелененьким это значит мы отыгрываем позиции были 6 сейчас стали четвертыми в левом нижнем углу это время данного этапа самое интересное это вот в правом верхнем углу это у нас полоска обозначены вот этими вот прямоугольниками допы трасса разделена на некое количество допов промежуточных отсечек временных и по ним вот отображается вот сейчас она заполнилась очередная красным цветом это значит что по времени мы проигрываем лидеру и отстаем те которые закрашиваются зелеными это значит там мы время у лидера отыгрывали вот последний этап немножко отыграли около трех секунд и в итоге финишировали третьими ну неплохо если учесть такую аварию в начале переворот но я же говорю предстоит еще мне привыкнуть к местному управлению так что не судите строго возможно первый этап и не удастся выиграть имею ввиду первую первое ралли вот да и скорее всего не удастся пока буду привыкать тут наломаю дров наверное ну прелесть здесь в том что чемпионат длится по моему из 10 гонок состоит и естественно по очкам можно будет отыграться не обязательно выигрывать каждую гонку лидером здесь естественно является сам колин макрей представлен вот он как бы здесь самый сильный гонщик такой так вот мы табличку сбили этот первый док был и мы здесь на тридцать тысяч на тридцать сотых впереди второй вот идет как я понимаю м м колин макрей еще прошу вас обратить ваше внимание на графику графика просто великолепная на самом деле вы только представьте но те кто не в теме как бы молодые игроки молодые геймеры эта игра вышла в девяносто восьмом году в тысяча девятьсот девяносто восьмом году было понятней то есть на данный момент игре 17 лет 17 ну немножко не хватает до 17 ну не важно а выпустилась она на железе вообще на первой сонке которая вообще вышла в девяносто четвертом году то есть вы представляете что выжимали это возможности из железа девяносто четвертого года то поэтому конечно обалденная графика и кстати вот здесь динамическая тень есть от машины вот она меняется зависимости от освещения зависимости от того как наша машина относится относительно солнца позиционируется на трассе система повреждений здесь есть довольно таки детальная вот именно по физике машина ломается как-то там скриптовать уху как серьезно опять же прыгнули вот реализовано освещение реалистичное здесь то есть ну в первом видео вы могли видеть если посмотрите там есть ночной этап когда проходишь на право ночное время суток этап проходишь тут реализован свет от фар в общем на тот момент это безусловно бы была прорывная игра вот конечно здесь многое сыграло в ее вот ну как бы физики и возможности графических то что на трассе всего одна машина находится но это и так есть и в реальном ралли так а этот этап мы с вами выиграли поздравляю первая победа но от видите в общем зачете времена суммируются за каждый этап но пока пока сохраняться не будем до в ралли вот здесь все сделано по канонам общее время суммируется за этапы ну дальше мы еще посмотрим вот здесь время нам дается не деньги здесь ресурса как бы время между допами у нас есть час ну и вот здесь отображено что пять две минуты там минута у нас на ремонт каких-то то есть машина по сути пострадала не очень сильно хотя переворот был довольно серьезный интересно видимо на технической составляющей не очень корпус только может пострадал вот это у нас здесь на стройке вот резина есть сухая гравийная это у нас для дождя мокрые покрышки кроссовая резина ну и шиповка это для снега и льда также есть вот слики это у нас для асфальтовых этапов будет тоже не здесь представлены настройки подвески настройки тормозов кстати машину довольно сильно мотыляла вот это мне не очень понравилось вот давайте-ка сместим баланс наперед мне всегда нравится и в гонках принципе настраиваем баланс тормозов на вперед смещаю мне так больше здесь уже видите 70 процентов мокрый гравий 30 сильная грязь то есть здесь еще и дождь у нас пошел но мокрая грязь сильная грязь всего 30 процентов поэтому остались мы на тех же самых покрышках вот видите здесь еще и реализованная грязь летит из-под колес помня грязи и они также на машине вот остаются машина пачкается ну в общем знаю у меня никаких нареканий великолепно все это реализовано опять же трассы интересные с рельефом звуки великолепные здесь послушайте вот только как работает подвеска коробка передач очень классно звуки сделаны звук двигателя тоже в принципе сделан хорошо вот также погодные явления в общем прорывная игра во многих аспектах на тот момент давайте я вот немножко помолчу чтобы вы могли послушать как бы штурмана и звуки вообще машины и 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 вот вы собственно слышали как хрустит вот коробка передач да как ревет двигатель голос штурмана потом так же как меняются звук покрышек на разных поверхностях то есть со звуком тоже здесь поработали хорошо вот мы треснулись об дерево вот видите у нас загнулся спойлер немножко задних и отошел бампер вот надо сказать что во второй части они во всех спектр игру еще прокачали сильнее и там модель повреждений гораздо больше ушла вперед она там реализована еще круче опять же говорю что разбилась фара скорее всего такие возможности не выжимают из старого уже на тот момент железо даже на тот момент уже довольно таки сонька была но уже давно на рынке как бы 3d технологии в общем-то находились все-таки еще в таком состоянии не скажу зачаточном уже конечно но все равно осваивались только вот какое-то реалистичное освещение до динамические там тени то есть это были первопроходцы так ну вот видите второй этап мы немножко позади макроя на секунду и сейчас будет общий зачет а в общем зачете мы ему уже 8 секунд уступаем то есть время продолжает суммироваться видите уже под 10 минут время третий этап мы с вами проехали сейчас вот будет четвертый благо тут дождя нету надеюсь получше удастся проехать вот единственное помню когда мы опять же вот с лёхой играли в первую часть колин макрея немножко нам казалось что не очень хорошо реализовано взаимодействие машины с дорожным покрытием то есть такое впечатление тут создается небольшое но но есть что машина все-таки чуть-чуть на трассы летит то есть он где-то она не касается вот точно покрытия вот особенно хорошо на реплеях заметно становится и ох черт как занесло еще я заднюю скорость тут искал привык в гран туризма на треугольник задней скорости здесь на тормоз поэтому нажал и вид поменял здесь на треугольник кстати вот вид есть из кабины но он конечно же сделан ну слабенько конечно слабенько тут уже сонка видимо не могла выдавать настолько хорошую картинку изнутри как пита поэтому играть будем вот такого вида естественно но на персональном на пока вид от первого лица реализован лучше конечно по обочинам грязь вот так что не знаю черт его знает как она на самом деле может быть действительно немножко не точно здесь сделано взаимодействие с покрытием машины но это тоже простительно разработчиком еще раз говорю это работа все равно была проделана мощнейшая по сей день в общем-то колен макрей является на мой взгляд но и не только мой лучшими симуляторами именно роли нами вот вторая часть конечно вообще является сейчас живой классикой авто симуляторов тоже немножко скажут о работе штурмана получается так ладно о нем скажем в следующем этапе так вот четвертый этап позади и мы третьими но ведь и макрей тоже пришел не 1 1 пришел кто-то с непонятной фамилии общем переведено конечно переведено плохо плохо что тут говорить но вот в такую именно версию мы играли в детстве так ну поломок было еще меньше вот единственно не помню этап 5-6 нам сейчас предстоит по моему всего 8 этапов то есть это еще будет после этого еще одна передышка у нас перед последними двумя вроде бы насколько я помню она сложности эксперт там по моему 10 допов будет если ничего не путаю хотя можете ошибаюсь вот сейчас у нас 5 доп вот опять грязь мокрый гравий опять дождь и лет вот так вот о работе здесь штурмана классно конечно реализовано я почему не стал брать была русская версия находил где именно штурман по-русски говорит но там плохо переведено не все команды его переведены и там чуть-чуть она запаздывает вот показывается табличка и речь запаздывает и сложно ориентироваться здесь достаточно в общем-то понять какие-то базовые вещи то есть штурман говорит нумерацию поворотов она обозначает их крутизну зависимости тут от крутизны он говорит цифра от единицы до по моему 6 есть еще хэви ну то есть сильный то есть единицы это такой просто изгиб не требующий торможения ну двойка чуть более резкий поворот тройка это уже средний поворот четверка уже требующий торможения довольно серьезного прохождения за носом 56 это уже в может сказать шпильки такие ну а хэви это уже непосредственно шпилька очень серьезные крутая ну еще он предупреждает о каких-то вот воротах сейчас вот он сказал такую фразу как through narrow gate то есть прохождение через ворота узкие то есть нужно быть начеку вот предупреждает о каких-то трамплинах впереди тоже будь осторожен предупреждает нас об этом в общем мне нравится как он себя ведет иногда есть и тут нарекания то есть когда идет связки прям поворотов хотя даже наверно не нареканий не к нему а то что сложно уследить там прям идет наложение 1 2 3 поворот и так вот и опять нечаянно по треугольнику нажал он даже видите работают дворники реализована их работа вот heavy left он сказал это вот является шпилькой требует серьезного торможения ну в общем отличная игра совершенно в новинку она была в то время внутри на таком уровне профессиональном выполнена так вот мы финишировали в итоге вторыми но макре остался позади ребята это очень хорошо вот в чем фишка мы не выиграли этот этап финишировав вторым но мы оставили позади лидера и мы в общем зачете смотрите сразу вышли вперед на целых пять секунд впереди еще три допа и нам надо ну как я думаю 3 и поэтому вот к концу гонки видите мы все время проигрывали ну к концу этого этой гонки мы вышли вперед так что здесь даже не обязательно все допы выигрывать подряд нужно вот смотреть на левый верхний угол экрана как я уже говорил о нем и смотреть внимательно на каком месте наш основной соперник потому что иногда может быть не всегда нужно даже рвать как говорится изо всех сил до чтобы выиграть если ты видишь что основной твой соперник позади тебя но можно немножечко сбавить и ехать не на полную то есть поаккуратнее где-то больше там тормозить чуть аккуратнее ходить в повороты вот вот сейчас мы лидируем но до чувствую ненадолго и по моему насколько я помню во второй части вот трассы еще более открытыми станут здесь везде как бы такой заборчики есть то есть вылететь непосредственно с трассы можно но недалеко а во второй части по моему там еще и расширили вот это поле зону вылета то есть трассы расширили вот и там по моему можно вылететь очень далеко и там долго возвращаться на трассу чем еще я говорю эта игра отличается что вот есть небольшой простор для вылета где-то даже это помогает можно чуть-чуть срезать повороты проехать не по самой трассе а если у нас впереди какая-то связка поворотов прям проехать напрямую некие шиканы такие вот принципе это они не возбраняется так вот вперед вышел у нас subaru вышла но видите это не макрей макрей по-прежнему позади пока сейчас тем более мы вперед вышли вот сейчас мы в чистом вот здесь кстати в поле можно вылететь довольно далеко нужно аккуратнее тут ехать тут еще и какой шпилька правая зрители вот стоят вдоль трассы ну они конечно спрайтовые и просто это как текстурки такие спрайты точнее не двигаются но все-таки уже непосредственно как бы силуэты люди реализованы не просто какая-то размазанная текстура по трибуне так но теперь тем временем у нас довольно плотная борьба идет и это subaru снова вышла вперед так и да мы впереди выиграли очередной доп а от макрей еще оторвались на 6 секунд естественно рекордное время отрыв у нас от него 11 секунд отлично о так это был последний доп а вот так вот неожиданно вот смотрите как четко получилось то есть по сути гляньте вы мы всю гонку проигрывали и за последние два допа отыгрались и вышли вперед в общем зачете хотя выиграли по моему всего пару допов из всех шести ну значит шесть допов на нормале и 8 будет на эксперте ну теперь можно и сохраниться конечно мы получили 10 очков мы лидируем чемпионате старт получился классный конечно вот мы проехали ралли новой зеландии она в общем-то самая легкая из представленных трасс ну это и понятно все таки как бы начало первый этап нужно немножко привыкнуть ой я и забыл ничего себе тут даже подиум же реализован это вот первые три призера и вот мы на верхнюю ступень пьедестала да это это как в реальных гонках раллийных вот такой пьедестал прям для машин единственно что тут людей нету но все равно очень классно сделано да ностальгия ностальгия конечно наш прям пробирает чуть ли не до дрожи добро пожаловать страна греция так ну что же давайте наверное нет на этом попрощаемся буду записывать видео по гонкам по этапам по ралли вот надеюсь что вам понравилось подписывайтесь кто еще не подписался комментируйте обязательно ставьте пальцы вверх если вам понравилось вот ну и с вами был как всегда скудер увидимся в следующей серии всем пока пока